Томск Воскресенская гора. Отсюда началось строительство города. Мы видим здесь камень и надпись, что ровно на этом месте. В 1604 году началось строительство города. Отсюда открывается прекрасный вид на центральную часть города. И наблюдая этим солнечным утром крыши Томска, мы видим, что он очень похож на средневековую Прагу. Все экскурсии в Томске обязательно начинаются с Воскресенской горы. Тем более, что здесь же находится музей истории города, в котором наша съемочная группа одоложила костюмы. И тут же нас, приняв за музейных зазывал и почти живых манекенов, в фотоплен взяли туристы из Барнаула. Господа! Приглашаем вас в музей истории Томска! Приходите, смотрите! Здесь же, на Воскресенской горе, располагается Воскресенский собор. Вообще, до революции Томск был одним из крупнейших религиозных центров Сибири. Здесь функционировало несколько десятков церквей. После революции церкви, конечно же, разрушались и использовались не по назначению. Здесь, например, находился Государственный архив Томской области. Сейчас все вернулось на круги своя, церковь снова функционирует, ждет прихожан, и пестрит играет яркими красками. Воскресенская церковь почти ровесница Томска. Первый деревянный собор был построен в начале 17 века, ну а строительство каменного храма было завершено в 1807 году. И велось оно архитекторами школы Растрелли Егором Доманевским и Петром Барановым. И это приятно, потому как Растрелли для нас, петербургцев, архитектор отмит не чужой. До сих пор в Томске популярным средством передвижения является трамвай. Сейчас мы находимся на трамвайном кольце, и ждем этого самого трамвая. Я каждое утро просыпаюсь практически под скрип и скрежет этого замечательного средства передвижения. И мне, как человеку, который все детство от бабушки с дедушкой до родительского дома проезжал именно трамвай и тратил время, где-то час, полтора часа в дороге, это является чем-то родным. А вот, кстати, и он. О томском трамвае написано стихотворение Михаила Андреева, на которое положена песня группы Любе «Трамвай-пятерочка». Правда, в оригинале это «Трамвай-однерочка». Исследовал он в Томске район Черемошники, а не Черемушки. Проходя вдоль трамвайной линии, мы наткнулись на очередную Томскую достопримечательность на одной из галерей городской живописи. Томск является одной из студенческих столиц России. Здесь много вузов, много молодежи, и именно эта молодежь пытается добавить краски, добавить свое настроение архитектуре и виду Томска. Сейчас мы находимся на Гоглевской аллее, где мы видим граффити, изображающий Тараса Бульбу, поедающего вареники, и некоторые портреты самого Николая Васильевича Гоголя. Экскурсия, экскурсия по городу мечты, и всюду первокурсники такие, как и мы. Как любитель поэзии, я, конечно же, не мог обойти стороной памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Я не могу назвать Александра Сергеевича Пушкина своим любимым поэтом, но все-таки это великий русский поэт. И хотя строки во глубине сибирских руд храните гордое терпение, он писал, наверное, не об этом городе, но томичи его очень любят, и просто так не поставили бы памятник в честь 200-летия со дня его рождения. Скульптор Бюста Михаил Никушин. Любопытно, что одна из других наиболее известных его работ опять же памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в 1957 году в Ленинграде на площади искусства. В Томске много парков и скверов. Среди них одним из самых красивых является лагерный сад. Назван он был так, потому что в 18 веке здесь располагались лагеря Томского гарнизона. В 19 веке он стал популярным местом прогулы горожан. Кстати, еще с тех самых пор в лагерном сохранилась естественная популяция белок. В начале 20-го столетия здесь был оборудован один из первых томских стадионов, а уже в 70-е годы в центре парка был сооружен мемориал боевой и трудовой славы Томичей. Кроме того, из лагерного сада открывается прекрасный вид на реку Томь. Здесь чувствуются сибирские просторы, сибирские масштабы, сибирский колорит. В 1929 году был построен стадион Труд, который с тех пор является главной спортивной ареной Томска. Стадион находится в центре города в историческом районе Нижняя Елань, рядом с парком городской сад. И именно здесь свои матчи проводит Томь. Стадион сейчас находится в стадии реконструкции, и тут пока нет восточной трибуны, но зато ее место, где она когда-то появится, сейчас украшает персонаж футбольный, который похож по разным версиям на Михаила Балака или Криштиана Роналду. Кстати, радует очень состояние газона, потому что на данное время года, наверное, сейчас в состоянии поля одно из лучших в России. И что нужно сказать слово благодарности работникам нашего стадиона. В Томске много удивительных памятников. Один из них как раз болельщик томской команды, который по стечению обстоятельств, в связи с реконструкцией восточной трибуны, располагается на фанатском секторе и помогает команде добиваться положительных результатов. На данный момент я игрок Томи. И хоть судьба футболиста часто бывает непредсказуемой, к этому нужно относиться философски. Томск займет свое особое место в моей футбольной жизни, ведь именно здесь началась моя взрослая профессиональная карьера. Ну, а когда придет пора проститься, Томск не оставит вас, он будет сниться, он будет вашей честностью и силой, куда бы вас судьба не заносила. Не надо, пойми, не надо, не надо горевать о городах, Не надо горевать о городах, не надо горевать о городах.